Практики защиты прав на объекты патентования в Беларуси Поэтому постаралась выбрать на меньшее золото, скажу именно о защите, то есть реализации уже приобретенных прав на объекты патентования, а не о том, как получить патент в Беларуси Эта процедура, в принципе, ничем не отличается от процедур, действующих в других странах Какие-то нюансы можно уточнить в переписке Так что, собственно, дело Сначала непосредственная ремарка, может больше для коллег из дальнего зарубежья Когда я говорю о патентных правах и объектах патентования, я имею в виду не только изобретения В Беларуси патенты выдаются на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и сорта растений На слайде вы видите на сегодняшний день, сколько патентов, национальных патентов выдано по каждому из объектов Но сегодня не буду касаться сортов растений Если там в презентации будет такое собирательное понятие патентов не права Значит, речь идет об изобретениях, полезных моделях и промо-простах И, опять же, в силу регламента и того, что я юрист, я не буду углубляться в техническую суть решений Которые охраняются теми патентами, о которых сегодня расскажу Но если возникнут вопросы в этой части, вы можете задать мои коллеги патентного поведения Виктории Которые уже представили Последняя вступительная ремарка, уже плавно переводящая нас к сути дела Патенты на изобретение в Беларуси выдаются по результатам предварительной и патентной экспертизы В ходе патентной экспертизы проверяется, собственно, патентоспособность заявленного решения Его новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость По заявкам на полезные модели и промо-просты патентная экспертиза не проводится И патентоспособность данных объектов остается на совести заявителя Критерия патентоспособности по каждому из объектов видите на слайде И птичками отмечены те, которые проверяются патентным ведомством, остальные, соответственно, не проверяются Однако впоследствии патенты как на полезные модели и промо-просты, так и на изобретения В течение всего срока их действия могут быть оспорены и признаны недействительными Как на соответствующие условия патентоспособности Оспаривание патентов происходит путем подачи возражений в апелляционный совет при патентном органе Кроме возражений в связи с неправомерным указанием автора или патентообладателя, которое подойдется в суд И в Беларуси, как в большинстве юрисдикций, оспаривание патента это такая наиболее распространенная мера С помощью которой ответчики пытаются защититься против иска о нарушении Ну или хотя бы просто выиграть время, чтобы как-то лучше планировать стратегию, подготовиться к делу Поскольку по правилам гражданского процесса в Беларуси суд обязан приостановить рассмотрение дела Если ему невозможно разрешить до завершения другого дела, рассматриваемого в гражданском уголовном судопроизводстве или в административном порядке Рассмотрение апелляционным советом вопроса о действительности патента это как раз такой же случай Суд не может решить вопрос о нарушении, пока не решен вопрос, существует ли вообще патент Возражение рассматривается в течение 6 месяцев Еще примерно 2 месяца уходит на подготовку мотивированного решения И после этого у сторон есть 6 месяцев на обжалование решения апелляционного совета То есть процедура такая достаточно непыстрая И теоретически она может повторяться по кругу бесконечное количество раз Поскольку законодательство в Беларуси, к сожалению, не запрещает повторно подавать возражения К тому же или другому лицу по тем же основаниям И вот, к сожалению, в 2010 году была достаточно грустная у нас история Наш клиент, известная фармацевтическая компания, Винтисфарма Была вынуждена отказаться от исконарушения патента на свое изобретение Фармацевтический раствор противопухолеводействия Там в Беларусь ввозился нарушающий препарат Ну, дело было достаточно очевидное Мы были уверены в его выигрышности Но ответчик одно за другим подавал в апелляционный совет возражения Достаточно формальные, очень слабо подкрепленные Но, тем не менее, они должны были быть рассмотрены Соответственно, дело о нарушении в суде зависло И стало понятно, что это может и, скорее всего, будет продолжаться До истечения срока действия патента Патенту там оставалось действовать полтора-два года И, естественно, здесь все Скрипя сердце отказался от иска Суд прекратил производство по делу Хотя уже была проведена патентно-химическая экспертиза Она установила, что препарат ответчика Действительно нарушает патент В нем использованы все признаки Изобретения по патенту Ну, некоторые ответчики придумывают более изобретательные схемы Ухода от ответственности Вот, например, дело прошлого года Точнее, начало этого Один наш доверитель подал иск О нарушении патента на полезную модель Изотермический кузов фургон Суть там была в том, что ответчик При помощи инженера, который ранее являлся работником СЦА Такая обычная история Освоил производство изотермических фургонов В конструкции которых использовалась полезная модель по патенту Чтобы доказать это, мы с помощью СЦА, конечно, приобрели у ответчика один такой фургон Демонтировали его частично, чтобы обнажить конструкцию Вы можете видеть фотографии этого процесса на слайде И провели сопоставительный анализ того, что стало при осмотре с формулой полезной модели Ответчик, разумеется, подло возражения в апелляционный совет Просил признать патенту действительно по критерию новизна Но ни один из источников информации, который он привел Не был признан порочащим новизну полезной модели Патент остался в силе То есть все шло к удовлетворению иска, признанию нарушения Но тогда отвечик принял решение о ликвидации компании и ликвидировался Поскольку ликвидация предполагает прекращение деятельности лица без перехода прав и обязанностей к другому лицу Служба вынуждена опять же прекратить производство поддела в связи с отсутствием ответчика Не сложно догадаться, что учредители ответчика тут же создали новую компанию Которая стала заниматься той же самой деятельностью Я уже говорила, что решение апелляционного совета можно обжаловать в суд Жалобы подаются в судебную коллегию по делам из виртуальной собственности Верховного суда О ней я подробнее расскажу чуть-чуть позднее Сейчас дело 2009 года, тоже достаточно интересное Где суд отменил решение апелляционного совета о признании недействительным патентом 0.38 на полезную модель анкер рельсового скрепления Этот патент также оспарился по критерию налезна И в качестве источника информации, который порочит недвизну Возражающая сторона привела апелляционный совет, принял технические условия на анкер Это были технические условия Украины Их держатель была украинская компания у механика Патент-обладатель категорически был не согласен с этим решением И логика его жалобы, поданной в суд, была следующей В уровень техники включаются сведения, которые стали общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели А общедоступными считаются сведения, которые содержатся в таком источнике информации С которым любое лицо может либо самостоятельно ознакомиться Либо содержание которого ему может быть законным путем сообщено Чтобы установить законный порядок ознакомления с ТУ в Украине Патент-обладатель направил запрос в Госкомитет Украины по вопросам технического регулирования потребительской политики О порядке доступа к ТУ и получил следующий ответ В Украине право собственности на ТУ предлежит субъекту хозяйственной деятельности За средства которого они разработаны Или которому такое право передано в установленном порядке Полностью или частично воспроизводить, стиражировать или распространять ТУ Без разрешения собственника или уполномоченного лица запрещается При этом собственник ТУ вправе, но не обязан передавать этим лицам такую техническую документацию То есть было установлено, что ТУ, разработанное на конкретном предприятии Являются его собственностью, используются в его целях И доступ к ним является ограниченным Соответственно, нельзя считать, что сведения, содержащиеся в ТУ, являются общедоступными Эта коллегия существует с 2000 года Сегодня в ее составе 7 судей Дела в области авторского права они рассматривают единолично Дела в области правопромышленной собственности Коллегии в составе трех судей На этом слайде вы видите статистику рассмотрения дел коллегии Она не самая свежая, как есть в доступе до 2012 года Как вы видите, дел отнюдь немного Половина из них, примерно, составляет дела в области авторского права В общем, коллегия, мягко говоря, не перегруженной работы Она может себе позволить достаточно долго рассматривать дела Практически по всем делам, не только патент Она назначается экспертиза Она назначается по делам об авторском праве Для установления творческого характера произведения По делам о товарных знаках Для установления сходства двухсловесных обозначений Даже такое бывает По делам в области правопромышленной собственности Сторон в суде могут представить патентные поверенные Им это право было предоставлено только в 2012 году Мы за это очень сильно боролись Как-то с радостью об этом сообщаем Поскольку после этого сильно снизилась стоимость судебных процессов Поскольку раньше в стране приходилось оплачивать услуги Как патентного поверенного, который готовил дело для суда Так и адвоката, который впоследствии представлял это дело в судебном заседании Есть у судебной коллеги одна весьма неприятная особенность Ее решения вступают в законную силу немедленно после провозглашения И не подлежат обжалованию в конституционном порядке Да, вот объяснить это доверителю, особенно иностранному, практически невозможно Но тем не менее, это факт И решение коллегии может быть пересмотрено лишь в порядке надзора Либо по вновь открывшимся обстоятельствам Что касается надзора, то не часто, но жалобы все же подаются Что касается пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам Нам пока в таких делах неизвестно, но вот прямо сейчас один наш доверитель Собирается воспользоваться данной возможностью Дело там в том, что против нашего клиента был подан иск о нарушении патента на полезную модель Нагреватель топлива дизелей И все спросил суд запретить ответчику совершать любые действия Связанные с введением в гражданский оборот Поставляемых из Китая подогревателей топливного фильтра В которых, по мнению СТА, используется его полезная модель Суд назначил патентно-техническую экспертизу Согласился с ее заключением о том, что китайский подогреватель Изготовлен с применением запатентованной полезной модели Хотя там в комиссии экспертов у одного из них было особое мнение И вот в марте 2014 года иск был удовлетворен, было признан нарушением В мае ответчик подал возражение Просил признать патент недействительным По критерию промышленная применимость Там было достаточно интересное обоснование Почему полезная модель в том виде, как она характеризована в формуле Не может выполнить свое назначение И операционный совет согласился с доводами возражающей стороны И 24 октября было вынесено решение О признании патента недействительным Признание патента недействительным Равносило, что он никогда не существовал Собственно, не существовали исключительные права А если не существовали права, не могло пойти в нарушение Ну и вот нарушение наше повисло в воздухе На этом основании ответчик намерен подавать в Верховный суд Заявление об отмене решения 21 марта 2014 года По вновь отключимся обстоятельствам Еще одно достаточно интересное дело Из практики апелляционного совета На этот раз по промышленному образцу В 2010 году в декабре Наш доверитель, белорусская косметическая компания Получила претензию от конкурента От другой белорусской косметической компании С требованием прекратить введение в гражданский оборот Туши для ресниц в упаковке Которая воспроизводит художественное решение По патенту на промообразец на 1989 На слайде вы можете видеть, как выглядит данное изделие Промообразец На самом деле, наш доверитель задолго до даты приоритета промо-проста Заказывал упаковку точно такой же формы у китайской компании Возил ее в Беларусь Использовал для собственной продукции Которую активно рекламировали То есть все это было и на рынке, и в рекламе На билбордах, на буклетах Но оказалось, что документально подтвердить открытое применение И оспорить патент в анализне очень сложно Потому что во всех документах На заказ упаковки, на заказ рекламы Не содержалось изображений Собственное изделие Было сложно связать эти документы С конкретной формой И тогда приняли решение обратиться ко второму критерию Патентоспособности промо-проста К его оригинальности По закону, который действовал на дату подачи заявки Промышленный образец признавался оригинальным Если его существенные признаки Обусловливали творческий характер особенностей изделия Ну такая довольно витиеватая формулировка И существенно отличающаяся от того, что мы сегодня слышали Про требования в европейском сообществе Особенно это заметно в решении Вот мы в возражении Привели два промышленных образца Итальянской компании Косметической коле Стар Зарегистрированных в европейском сообществе И опубликованных до даты приоритета Промышленного образца В патенте 1989 Вот вы на сайте можете видеть Изображение этих промо-простов Был проведен сопоставительный анализ И сделан вывод о том, что художественные решения В патенте 1989 Не носят творческого характера Поскольку является простым сочетанием Формы по первому патенту 225-743 И формы декоративной вставки По второму патенту 629-837 То есть мы сегодня в выступлении Коллеги из Германии Слышали, что в европейском сообществе Не применим такой подход К оценке оригинальности Когда складываются признаки Из двух разнородных источников Но вот в Беларуси Патент был признан несоответствующим К оригинальности Именно путем сложения Существенных признаков Двух самостоятельных изделий Абелационный сайт без нас Патент действительно Мы тут уже Таиска нарушения Не дошло Последнее дело О котором я успею рассказать Дело 2008 года Но пока первое Единственное в Беларуси Дело о предоставлении Принадительной лицензии На изобретение Беларусским законодательством Предусмотрено Предоставление по решению Суда Принадительной лицензии В случае Если патентный обладатель Не использует Или недостаточно Использует Изобретение В течение пяти лет С даты публикации патента Полностью норма Приведена На слайде Она касается Не только изобретения Полезных моделей Промобразов Суть дела Была в следующем В 2008 году В 100 обратилась Индийская фармацевтическая компания Которая В 2004 году Поставляла В Беларуси Рекарственное средство Алианс Для лечения Шизофрении Дополярного Аффективного Расстройства В феврале 2006 года Эта компания Получила Претензию Ответчика Компании Лилии По поводу Нарушения Патента НОИ 2977 На действующее Вщество Данного препарата Аланзапин Истец утверждал Что после получения Претензии Он тут же Прекратил поставки И обратился К патентообладателю С просьбой Обсудить вопрос Заключения Лицензионного договора Но получил Отказ Хотя Сам ответчик Своё изобретение В Беларуси Якобы не использует В то же время Он истец Готов Имеет возможность Продолжать поставки Препарата Алианс Ещё одним аргументом Было то Что его препарат Значительно Дешевле Аналогичного препарата Патентаобладателя И поэтому Он просил Предоставить ему Принудительную Не исключительную Лицензию На весь срок Действия патента Номер 2977 Так Что же Говорят Ответчик Ответчик Доказал Что Он на самом деле Поставлял И поставляет В Беларуси Свою собственную Версию Ланзапин Препарат Зепрекса На который Минздрава Беларуси Выдано Регистрационное Удостоверение И который На момент Рассмотрения Дела Был очень широко Представлен Как в государственных Так и в государственных Аптеках И также Использовался Лечебными Учреждениями В Беларуси Кроме того Ответчик Представил Письмо Главного Врача Минского Городского Психоневрологического Диспансера В котором Сообщалось Что Ланзапин Реализуемый Под разными Торговыми Номинованиями В том числе Альянс Зепрекса Не является Единственным И незаменимым Средством Для лечения Шинфернии И биполярного Расстройства В Беларуси Для этого Используется 16 нейролептиков Под различными Торговыми Номинованиями Причем Альянсапин Даже не значится В списке Препаратов Рекомендованных Минздраном Суд В итоге Взвесив Все Постановил Что Элилили Патентообладатель Предпринял Все необходимые Действия Для использования Изобретения По своему Патенту Достаточно Распространяет Его в Беларуси В случае Необходимости Готов Увеличить Объема Поставок Собственного Препарата Дипрекса Ну Поэтому Нет оснований Для предоставления Принутительной Лицензии А Долго ТСЦА О том Что его Препарат Более Дешевый И Поэтому Более Доступный Не имеет Правового Значения Как Видели В норме О Принутительной Лицензии Ничего Не говорится О Цена В итоге Предоставление Принутительной Лицензии Было Отказано Ну Это В общем-то И все Поставление It is a quite fast Way To achieve Community Тратemark By Quand mayonnaise Но, если вам предложить донбассный объявление, то порядка от выборов, что можно донбассный объявление с нас от органов. Например, для промышленного объявления, то есть, когда долгибая оппозиция от объявления, оно решено до наборов в объявления. Таким образом, если один объявлит, то надобный объявлений от объявления в объявления на протяжении и на кор przepolesцию. So, sometimes we try to convince our client, please file an initial registration on the base of the metric protocol, so in case you have done a research, and I'm not sure that there is maybe the risk of an opposition, this will be cheaper. It takes longer, it is more expensive in the first place, but in case you have to file in all the remaining countries of the European Community, a national trademark application, this will exceed the prior cost, maybe 20 times. First, I advise to conduct a thorough research, so not to get an opposition. If you still receive one, then you can either overcome it, or you can separate your CTM to national ways, or you can withdraw your application, and if you do that within two months of the notification of the opposition, it results in only minimal costs, and you can apply for a new trademark. Спасибо всем спикерам, спасибо участникам.